Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живо дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живо дарова. Отец наш небесный, молим тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Благослови сию беседу, да послужит она нам для спасения, во славу имени Твоего Святого, Тебе слава за все веки веку, аминь. Может еще кто-то хочет помолиться своими словами? Хорошо сказал. Пожалуйста. На благо ближним, чтоб послужило. Господи Благослови. Аминь. Свет то не надо включить? Нет, нет, хорошо видно. Темновато я не знаю. Ну вот, Виталий приехал уже месяц назад, ну буквально ходил за мной по пятам. Вот и вопросы такие задает, хорошие вопросы, что значит для меня община, да? Да. Вот я говорю, ну выберем, даст Бог времени. Сегодня воскресный день у нас 22 мая 2016 год, уже на дворе лето. Вот занятия были у нас сегодня по Слову Божьему, Евангелие от Матфея 13 глава. Вот я вел занятия и собрались здесь мы, братья. В этом домике я жил 13 лет, а сейчас в пятом домике, ближе к батюшке живу, ближе к храму. На повышение пошел. Вот, ну раз женился, то и там теперь уже живу. А этот домик, он как лагерный, конечно. Здесь вот братья приехали, в лагере трудятся, да и общее дело делают. Вот уже, пожалуйста, что значит община, вот, общее дело. Ну пожалуйста, какие вопросы у тебя? Ну то есть вот этот сейчас, как бы, очень популярна эта тема становится в православных кругах община. Вот, и Аким Пар, архимандрит, с Хи Архимандрит приезжал, аж в США, и нам говорил об этом русским православным, что давайте организовать общины, ибо как раз в общине и ближе всего, ну как проще всего, скажем так, прийти ко Христу. Вот такая мысль, и он призывал, и вот сейчас это актуально. И я вот приехал сюда, и хочу из живых уст услышать от свидетелей, которые вот уже в общине не первый год, что для вас, действительно, что для тебя вот община в твоей жизни. Можешь вкратце рассказать, как ты попал в нее, влился, как ты проходил? Ну вот я с девяносто четвертого года, это получается уже двадцать, двадцать два года, да, получается так. А знакомство с общиной началось, знакомство, значит, со священным писанием на занятиях по изучению Слова Божьего в городе Барнауле. Первый раз я попал туда 14 февраля 1994 год, вот, и даже помню, что я сидел тогда с братом Алексеем. Но тогда я еще не был братом во Христе, я пришел не крещеный, а моченый просто был, как многие, да. А потом я уже узнал, брат Алексей Загуляев, помнит он это или нет. Вот, и поначалу, конечно, меня привлекло то, что Игнат Тихонович раскрывает такую глубину бодрости священного писания. Тогда еще не было у нас томов вот этих, толкования Блаженного Фефилакта, а он напечатал и переплел вот это вот то, что он напечатал, труды святых отцов Блаженного Фефилакта и по этому томику, так сказать, самоделочному он преподавал. Вот, а я тогда, я увлекался философией греческой, Анне Синека там и другими философами, и мне вот эти изречения, глубина мудрости человеческой нравилась. Но не просто так, чтобы усладиться вот этим, вот как хорошо сказано и все, а именно я искал способы усовершенствования, я не был доволен собой и физическом плане, и тогда еще, можно сказать, душевном, потому что область духовного я не знал еще тогда. Вот, только-только какие-то шаги у меня были. Начинал только сам молиться. Почему? У меня вера появилась, что, еще Библию не знал, но вера была, что есть что-то такое высшее, что может помочь нам, людям. А мы настолько слабые и немощные, и вот я этой помощи стал искать. В церковь уже стал ходить, в Московской Патриархии, в Покровский собор, был моченым, и стали такие изменения происходить. Ну, ты объясни тогда вкратце, извини, пожалуйста, что значит быть моченым? Не все могут понять этого слова твоего. Может быть не все, но для нас так привычно, для меня что. Просто, что в церкви, крещение в кавычках, да, это помочить голову. То есть не полностью погружение троекратное, а просто помочить голову. Тогда еще был батюшка, отец Валентин, фамилия его не помню, он так невнятно все это произносил. И он меня вот помочил, я не говорю, что крестил, потому что это не крещение. И миропомазание было, оно действительно, об этом и отец Иаким говорил, что здесь просто погружением, а миропомазать это уже там действительно миропомазание. И вот во мне что-то стало происходить, как это объяснить? На мир Божий я стал смотреть не просто как само по себе это, как вот нас в школе учили в советское время, а что кто-то это все сотворил. Я одногруппникам своим студентам так немножко пытался об этом говорить. Они на меня смотрят как на белую ворону, да, то есть, а зачем это вообще? Ну, живи как. Тем более, ребята молодые, чем у них увлечение после того, как вот эта учеба? Ну, надо расслабиться, надо выпить им, к девушкам сходить там. А я говорю вдруг о том, что мир сотворенный Богом. Ну, я чувствую, что вот эта дистанция между ними, между мной и ими увеличивается. То есть, мы становимся другим, я становлюсь другим, и мне это общество неинтересно, и они, и я для них неинтересен. Вот. Это 93-й год. Ты уже в институте учился, да? Да, в университете Алтайском государстве. В 90-м году я поступил, в 95-м закончил. Уже ближе к концу. Да, а вот когда я попал на изучение Священного Писания, я искал таких философских размышлений. И именно, чтобы мне это применить на себе было. И вдруг слышу, вторая глава от Матфея была, по-моему, с первого стиха, сейчас уже не помню. И говорит Игнать Тихович, мысли святых отцов, такая глубина. Вот он слетает стих или два там, и раскрывает такую глубину. Я тут же стал конспектировать. Мне как-то не надо было понужать. Я удивляюсь, что почему люди иногда сидят, ничего не записывают. У меня вот, ну, тетрадки вот здесь. Моя библиотека здесь, я еще не перенес это. И много-много конспектов. Это для меня интерес был. И не просто праздный интерес, а именно, я нашел в такое состояние, нашел то, что искал. Путь искания, мой как бы... То есть радость, да, появилась? Радость необыкновенная, что на занятия идти, это как на крыльях. Ну, стал посещать просто Господь. Через Слово Божие стал действием. А Слово Божие написано живо и действенно. И вот это стало проявляться. Опять же, мы сегодня на занятиях говорили. Кратце скажу, что занятие, это глава 13 от Матфея, Евангелие от Матфея. И глава притч, можно сказать. Ну, и такая классическая притча Господь приводит. Это притча о сеятеле. И вот там блаженный Фефилак говорит, в толковании, что какие сердца человеческие, и зависит от человека, как Слово Божие принимается. Так вот, у меня сердце было готово к принятию. Ну, какой плод это, Бог знает уже. Это уже потом в дальнейшем будет видно. Там написано 100, 60, 30. Дай Бог, чтобы больше было. Ну, вот сердце было готово. Я с радостью на занятия стремился и конспектировал. Все везде конспектировал. Тогда еще не было у меня ни диктофона. Цифровые они позже появились. Ну, в 19-й год. Да. А потом, значит, позже появились такие диктофоны, кассетные. Где-то он у меня даже есть. Просто уже это ушло в прошлое. А потом уже цифровое в 21-м веке появился. Вот так Господь стал через Слово Божие действовать во мне. И я поверил, поверил, что Библия, Слово Божие, это книга, сшедшая с небес. Поверил, что Христос умер за меня, что Он мой Спаситель, лично мой. Не просто, как говорят, Спаситель мира. Ну, это так, да. А вот именно, что это и мой Спаситель. И что Бог в трех лицах, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Это вот первые месяцы занятий. Я заявление подал, сейчас не помню, в марте или в апреле. И уже в этом же году, 94-м, 10-го июля. Заявление на вступление в общину? О крещении. А, о крещении. А заявление о вступлении в общину, это было, наверное, позже. Сейчас вот я не помню. А именно о крещении. Как официально все, для явления. Да, да. Мне было даны два поручителя, Севастьян Бауэр и Евгений Янчук. Они приходили ко мне, ну по одному, вдвоем как-то не получалось. На дом, я у бабушки жил тогда. На работу, ну то есть на учебу они не приходили, там тоже так не получилось. А вот ко мне приходили, беседовали. Ну как поручители, они должны ручаться же, потом слово сказать. Ну и я вот через занятия как раз познакомился с общими. Что меня привлекло? Я вначале, я глубоко не анализировал. Вот я такой человек был тогда. Это прошли годы, я уже потом стал подумать, что меня привлекло именно к общине. Ну вообще проповедник, конечно, привлек, что он говорит правду. Вот нет крещения, он и говорит, что это не крещение. А какое оно должно быть? И показывает правила каноны, ссылается на Священное Писание. То есть твердое основание показывает. Не просто сам он придумывает. Вот это мне сразу. А я вообще со школы еще как-то старался, ну, насколько возможно, искать правду, справедливость, чтобы было. Ну в мирском плане, конечно, справедливость. Я как-то не терпел несправедливости. Это помню еще со школы у меня, с начальных классов было. Что-то несправедливое совершается во мне. Если я и не вступался в это, я сам-то такой, ну, как бы робкий, застенчивый был. Не скажу, что я такой уж прям рьяный. А вот во мне внутри, ну, нельзя так, несправедливо. Я слышу, что оказывается, это не крещение. Стоп, а я же был крещеный, моченый. Значит, я не крещеный. Вот такие у меня пошли. Но там уже Господь стал действовать. Страшные вещи. Сильно. Да, и я, тем более, это был 94-й год, на четвертом курсе уже учился. И у меня был момент сложный такой, что там при сдаче экзаменов, и думал, как бы меня не отчислят, если я не сдам экзамены. Сложные предметы были. Там матанализ, там высшая математика. Не все легко давалось. И я думаю, вот сейчас буду отчислен, в армию пойду, не крещеный я. А в армии много чего там случается. Ну, пожалуйста, погибну, и я не крещеный. И куда душа моя пойдет? И я прямо вот эту картину у меня мысленно представлял, что в ад могу. Надо быстрее к окрещению стремиться. Как говорится, всей душой и телом. И вот что меня вообще не привлекло, это взаимопомощь, доброта людей, у них лица другие. Ну, в миру это нетрудно сравнить, кто внимательный. Я посмотрел, ну, братья там с бородами уже зрелые. У кого-то там молоденькие не было еще бородов. Вот, а Алексей сидит, такая борода у него. Считай, как у Фиделя Кастром, ну, чуть поменьше. Ну, вид такой приятный. Но у меня с бородой не сразу получилось. Сколько-то я занятий посетил, и Игнат Тихонович сказал там в течение занятий, что должна борода быть и не трогать ее. Это священное писание об этом говорит. Не порть даже края бороды, не просто скоблить себе. Это мужской вид. Ну, а я после занятий подхожу, Игнат Тихонович, а я вот в университете учусь. Ну, то есть, мол, мне как-то неудобно, ну, как-то выглядеть так. А он даже мне ничего не ответил. Он сразу, Севастьян, и так в сторону смотрит. Где Севастьян? Севастьян раз подходит. Вот, говорит, тоже в университете, на экономическом, ой, на юридическом он. Пожалуйста. Я смотрю, у него борода. Ну, у него она еще небольшая, он сам-то, ему там было лет 20, наверное. А я ничего сказать не могу сразу. О чем говорить? Когда вот, пожалуйста, выбор делай. Или ты безбородый ходишь, как, ну, женское лицо твое, да? И все, тогда ты не крестишься здесь. Истинное крещение здесь. И вообще-то, где ты будешь потом? Ну, и вот я выбор сделал. А потом у меня стала борода отрастать. Там всякие были в университете шутки, нападки. Ну, такие незначительные. По мере, как вот я могу выдержать, так Господь и давал. Никто-то меня, конечно, сильно-то не вынижал. Просто там шутили. Что у меня, мол, нету этих принадлежностей. Давайте сбросимся там в один. Острослов был Андрей. Ну, вот. И купим. Витьку, так он говорил. А потом уже, когда увидели, что я серьезно, они просто какой-то хиппи или там, ну, как бывает, время на что-нибудь. Не хотят просто вот этим заниматься. Потом раз уже побрился, выбритый, яйцеголовый такой вид у него, у мужчины. Ну, зачем? Стали подходить девушки и спрашивать, а я свидетельствую им. Я говорю, я уверовал, хожу на занятия, даже их приглашал. Ну, не только девушек, своих одногруппников. То есть пошло уже небольшое свидетельство. И вот это вот взаимовыручка, взаимопомощь, доброта. И тут-то меня Господь на этом поймал, можно так сказать. Вот это вот первое мое знакомство. И дальше уже, когда тогда было мероприятие такое, я бы сказал, популярное. В воскресенье ходили гулять в лес. Тогда еще же не было ползунового. А, вообще не было. Да, это Игнат Тихонич организовал. Там были в основном члены общины. Ну, и приглашать туда можно было и других. Вот. Которые новые люди, просто с ними познакомятся. Ты там не был на прогулке? То есть вы это еще не захватили, да, время уже прошло это. Мы ходили на Булыгинский лес. Ну, кто может, конечно. Это не в обязательном порядке. Бабушки пожилые, как они. Там беседа была, вопросы задавали Игнат Тихоничу. То есть беседа интересная, как правило. Навсегда интересная. И играли в игру в третий лишний. Знаешь, Игорь, в третий лишний? Ну, очень просто. По кругу становятся парами. И двое. Один убегает, другой догоняет. И он третий куда встанет впереди, тот третий лишний. Он должен убегать. Ну, в детстве, наверное, играли. Ну, это в школе даже играет активные игры. В лагере там. Да, и в лагере у нас вот здесь играли, третий лишний. И зимой ходили. Батюшку, когда провожали, а был дневной тогда поезд, он едет, а мы-то идем вдоль линии. Как раз вдоль этой линии, которая ветка Судана потеряет. И Игнат Тихонич говорит, вот, батюшка, уезжай, давайте помашем руками. Махали руками, батюшку провожали. Вот, то есть, видишь, я стал уже общаться. Люди, которые не от мира сего, а на первом месте у них что, духовное. А работали везде, кто как. Виктор Андреевич, он в больнице. Севастьян потом уже юридически закончил адвокатом, следователь, ну и так далее. То есть, оказывается, живя в миру, может быть такая вот духовная семья. Вот что такое, в общем, это семья. Что она тебе вот дает, основные вот эти моменты. И что, то, что она тебе дает, что это для тебя означает. Ну, вот как-то вот. То есть, вот в семье есть родители, а есть дочь, сын, ну, то есть дети. И вот так же и здесь, в духовном плане, что есть духовный отец, духовник, священник. Вот, духовный отец в данном случае, тот проповедник, от которого ты обращаешься, да. И братья-сестры во Христе, и более опытные. То есть, они поддерживают тебя, они наставляют тебя на том этапе, когда ты только-только начинаешь. Ну, я уже говорю, повторяю, что взаимопомощь, выручка. И просто даже душевная беседа, когда тебе тяжело на душе, потому что враг-то не дремит. Я стал становиться на путь именно божественного. Изучать Слово Божие. А враг-то ополчается. И вот беседы с братьями, они сильно помогали. Именно я мало еще книг читал, да ничего не читал, точнее. Вот только Библию начал. Вот, а меня братья уже поддерживали. Ну, и, конечно же, вопросы. Вопросы Игнату Тихоничу задаешь. И получаешь ответы именно нужные. А у нас свидетельство многих людей, я вот такой момент у себя не помню, а многие задавали, или точнее у них в голове возникали вопросы, они еще его не оформили. Ну, обычно записки писали, не писали еще ему, он плохо же слышит. А он уже отвечает. И это для людей было откровением, что это не само по себе, это от Бога. А он-то не знает, он просто говорит и посмотрит на новеньких. Новеньких пришедших, возникают вопросы. И он вдруг отвечает на этот вопрос. Это что, само по себе? Это было много раз. Ну, у меня было подобное с батюшкой. Батюшка у нас тоже какой-то был, дает, наверное, ему проницательный, прозорливый. Отец Айкин. Да, но это позже уже было. И вот так вот, вот эта семья, то есть я начинаю взаимодействовать в этой семье. Я как становлюсь уже духовным чадом. И представь, вот сейчас Степа бы из... Я хочу сам по себе, второклассник, тоже в третий класс он переходит. Папа, мама, вы мне не нужны. Ну, естественно, он погибнет в этом мире. Даже куда-то в лес уйдет и просто будет гулять, а там что-нибудь случится с ним и все. Так и здесь, в духовной семье. Я еще не утвержденный, слабый, очень слабый, как ягненочек. Просто у меня сейчас эти овцы, я вот сравнение такие. А ягненочка надо в мороз занести домой, чтобы он обогрелся, обсох. Вовремя к матери поднести, чтобы он попил молочко. Вот он только-только начинающий на занятиях ходить, как ягненочек не утвержденный. И с ним что угодно может быть. Волк его может ссапать, а волков много в мире. Так что, ну, вот эти такие приточные сравнения, да, что община – это семья. А в семье, естественно, я чувствую себя комфортно, защищенно. Вот. Понятно, да? Ну да, это… А дальше больше. Когда начинаешь уже общаться, и какие-то общие дела, они сближают нас. Там ходить за бумагой, там начинал я. Вот. Ну и другие дела, там, помочь пожилым. Уголь носили Надежде Васильевне и Игнать Тихоновичу. Дровов там натаскать, снег сбросить с крыш. Вот, Игнать Тихонович-то уже… Ну, он занимался там многое, писал вот эти материалы о крещении. Сначала же не было книг, а он вот эти газетки составлял. Он много очень занимался. Статьи, да? Поэтому мы приходили, молодежь, договаривались и помочь уголь натаскать, дров, снег там сбросить и так далее, и тому подобное. Пожилым там где-то что-то помочь. И это уже нас сближало. Но здесь именно я услышал Слово Божие и правду о том положении, что происходит в Церкви Православной. Где бы… нигде я больше этого не слышал. Вот прям нелицемерно сказана правда. И основное – это вход в Церковь, что нету правильного крещения. Вот это меня сразу же… Как нету? А тогда я не крещеный, и все. Ну да, это было… То есть у меня уже сердце было как-то готово. Есть люди, которые это слышат и с недоверием. Ага, да этот… Правду ли он говорит? У меня это сердце было готово. К тому же он свидетельствовал на тихо, что прошел тюрьма. Понимаешь? А это тоже очень сильное свидетельство. Не просто там вышел бы какой-нибудь, да, полный, и там ручки у него пухлые. Ну и давай о посте говорить. Ну кто поверит этим словам? А именно, что он сам подвижник, прошедший тюрьму и работает. Если он говорит о работе… Исповедник. Исповедник. То он и работает так, что пропотеет несколько раз. Ну, тебе не довелось это, Витя? Хотя ты… Чуть-чуть, я увидел. Это только, знаешь, один процент может быть. Понятно. А вот лет 15 назад, когда у него со спиной еще не было, мы ходили в лес, он нас, молодых, обгонял в работе. Или копать вот эти столбики. И он накопает больше, чем мы, молодые. А у него отработано, он по разуму делает, техника. Вот силы-то не больше, а именно… А я-то как? Ну, как бы так и бездомно. Это как вот у нас получается неразумно. Поэтому лишнее движение, лишняя трата времени, я отстаю. Вон, допустим, 12 ямок под столбики. А у меня получалось 8 там или сколько. Андрея Дробота, который домик, кстати, построил. Его дети-то в лагере каждый год. Ваня там, Янафа, Фрося. Кто там еще последний? Нестор. Вот. Он на две ямки больше меня, например. А Игнат Тихович на ямки 4. А вот лагерь и община – это как бы одно и то же? Или как это? Вещи одного порядка? Лагерь на попечении, в общем, вообще. Ну, видишь, это лагерь детища Господь сделал через Игнат Тиховича. И общину тоже Господь позволил собрать именно. Иногда вот людей отталкивают. Почему такой лидер сильный? Ну, в истории известно. Такие сильные лидеры личности, да, которые самоотверженные, исповедники, которым Бог позволил вот это сделать. И люди этого не понимают. Почему люди не воспринимают? Даже вот община и все уже насторожено. Ой, это сектанты. Дело в том, что раньше, мы читаем, да, деяния святых апостолов, была вот эта общинность. Она на протяжении многих веков была. До революции была она эта общинность. У крестьян была. Ну, православие, конечно, было самое распространенное, но, к сожалению, Евангелие не было распространено должным образом, как говорит Лесков об этом. Общинность только на основании Слова Божьего, во Христе должно быть это. То есть фундамент, да, общины, это живое Слово Божие, практическое, да? Потому что есть разные общины, но в каких направлениях они разных бывают, да? Общинность это присуще нашим русским людям. И взаимопомощью, взаимовыручкой и так далее. Это все вот крестьянство было. Ну, где-то на подсознании это понимаешь. Вот я сам поселиваю. То есть это, оказывается, путь древний, как говорит пророк Иеремей 6,16. Вот путь древний, идите по нему. Вот я эти слова здесь могу применить. Общину. То есть ничего нового как бы нету, просто это забыто. Что в современном православии чаще всего? Приход просто, и люди разобщены. А дьяволу-то это и надо, разобщенность. А община это, наоборот, общее. То есть они вместе. И вот ты скажи, пожалуйста, ты представляешь свою жизнь вне общины? Хоть на месяц там, я не знаю. На месяц бывают разные ситуации. Это еще могу. А так вот нет, конечно. То есть это духовная семья. Посмотри, вот у нас решаем, как делать какие-то там мероприятия. Как встретить епископов. Все это в общем. Общая работа в лагере. Снег откидать. Пруды. Опять же, позвонили брать, раз, собрались. Ну, даже вот строили дома у нас. Конечно, это сам кто-то строит. Там, допустим, он женился. Но есть какое-то дело большое, что надо позвать других. Я помню, Женя Инчук штукатурили. В каком году, я это уже не помню. Большая работа. Надо много замешивать и штукатурить. Или там фундамент залить. Тоже общее дело. А потом ты уже сам помаленьку что-то делаешь. Вот так вот. А если разобщенность, ну что это, к чему она приведет? Ну, разобщенность к разногласию всегда это и приводила. Конечно, я уже столько лет, вот этой духовной семьи. Я сначала был в Барнауле, там учился же, и в крестовозвиженской общине. Приходишь на субботнее или на воскресное богослужение. Вот это общение, молитва, чтение Писаний, это ведет к духовному росту. Чтобы духовно расти, необходимо Слово Божие читать, молиться, общаться, свидетельствовать, нести благую весть. А общение, оно постоянно должно быть с кем? Не просто же с тем человеком, который не знает Бога. И тому надо, конечно, свидетельствовать. Но и с братьями и сестрами, потому что они поддерживают. И я, в свою очередь, кого-то могу поддержать. То есть, вот это и есть духовная семья. Это мы видим, что в деянии святых апостолов были первые общины. Да, вот так. Ну и что бы ты посоветовал, слово какое бы ты сказал тем, кто приходит к этому выводу, что нужно либо влиться в ту или иную общину, либо построить с нуля общину. Потому что сейчас это становится популярной, эта тема. У Андрея Николаевича Кочергин об этом говорит. Вот тут же и Аким Пар, с Херхи Мандрит, с Америки, с Нью-Йорка. Что бы ты сказал, так скажем? Чтобы построить общину, это организовать, это очень непросто. Это надо, чтобы на основании священного писания было, на основании отцов церкви, именно во главу ставить Слово Божие. Вот, только так можно. И чтоб, конечно, был лидер, как и везде он есть лидер. Или лидеры? Вот ты сказал, что вот, сейчас вот, сказал, что вот есть священник, а есть отец, кто тебя родил в Слове Божьем, да? Как ты так выразился? Ну это для православия. Да, духовный отец. Для православия, как правило, в московской патриархии, на везде, в русской зарубежной церкви, как правило, священник, в одном лице священник, ну его называют духовный отец, это вот священник. А вот чтоб не священник, то есть человек не в сане, я вот такого не встречал. Не встретишь этого. Это впервые вот так. То есть это очень редкий случай. Это очень редкий случай. Да. Ну вот почему так получается, что вообще, конечно, батюшки должны рождать прихожан, они должны проповедовать, а зачастую этого нет. Поэтому они, как правило, редко очень, чтобы священник... Храмы строят в первую очередь. И эта стройка затягивается, извини, пожалуйста. Да, да. И так долго затягивается, что, ну не знаю, и не доходит до слова, до свидетельства живого Божьего слова. К сожалению. Да. Вот почему я заинтересовался вашим опытом, опытом общины, вот, в Потеряевке, в Барнауле. Ну, среди современных священников, вот буквально по пальцам можно перечислить, кто Слово Божие проповедует, у кого есть, да, не то что прихода, а общины. Вот отец Кирилл Сахаров, мы в Москве были у него. У него общины действительно, там они одеваются, как положено целомудренно, одеты. По старому обряду служатся у них богослужения. И напротив храма Христа Спасителя, Берсеневка, храм святителя Леоникова. Потом я назвал Олег Стеняев, ну, насчет общины я не знаю, есть у него или нет, а то, что он по Слову Божию именно проповедует. Сегодня я читал его, можно назвать, по учению, да. Даниил Сысоев, священномоченник уже, да, то есть ушедший в вечность, который не испугался врагов Христа и проповедовал безбоязненно мусульманам, крестил их. Отец Геннадий Фаст, вот у него там тоже, я-то, когда на восток ездили, я-то не участвовал в этой поездке. Ты был, брат, да, у отца Геннадия Фаста? Да, да, да. У него же там тоже община, да? Да. То есть у него не просто приход. Почему? Потому что он Слово Божие проповедует. Ну, вот отец Аяким пар, он... Ну, у него костяк монашествующий, но... Вот, раз он говорит об общине, он понимает, имеет представление. То есть, таких вот именно единицы. А вот чтобы мирянин проповедовал, часто говорят, ну, я говорю, да, апостол Павел тоже был духовным отцом для многих. Ну, это же апостол, рукоположный. А кто Лапкин, мол? Да кто Лапкин? Господь дал ему вот эту вот харизму. Да, вот он простой чтец, печник, как он сам о себе говорит. Но исповедник, прошедший вот гулаг советского времени. И я так понимаю, это мое мнение, что когда священники молчат в основной массе, Господь воздвигает других проповедников. И простые мирянин, об этом говорит в одном из богословском труде отец, не отец, а митрополит Сергий Строгородский. Ну, многие знают его о той декларации, которую он подписал, да, но у него есть богословские труды. Он был умницей, в общем-то. Что миряне будут в последнее время носителями Духа Святого такие. Игнат Тихонович к себе эти слова относит. Именно простые миряне рукоположны. Более того, мы, я сам семинарии в Барнаульской духовной учусь, вот уже на третий курс перешел. И когда историю церкви изучали, и древнюю историю церкви, были, значит, апостолы, мы это из священного писания знаем. Пророки были, тоже из священного писания. Ну, знаем, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете были. Были учителя церкви, а еще были проповедники, странники, которые были не рукоположены, а просто Бог им давал эту харизму. И они ходили из одного селения в другое, из города в город, из деревни в деревню. Вот, но какое-то время это Бог позволил, такое были. То есть, в истории церкви известны случаи, когда он не рукоположен, но он проповедует. Конечно, его, можно так сказать, проверяют, что он говорит, не ретикливом. Вот, так что не соблазняйтесь на то, что Игнать Тихонович, ну, он рукоположен, он чтец, да, но говорят, вот надо, чтобы он был священником. Но он на своем месте, его пытались к этому подвести, и меня сейчас тоже пытаются, чтобы я батюшкой был. Вот, поэтому это согласно священному писанию, что я родил вас благорестованием, да. Должны быть, конечно, священниками, отцами, истинными по этому названию, что рождать прихожан, а не просто крестить. Опять же, слова Златоуста, как он говорит, что, чтобы обратить человека, нужно тысячи талантов. А чтобы крестить, только чтобы рукоположенный был, и все. Поэтому, это уникальный случай, но это не из области сектанства именно. Это есть православный случай такой, что вот есть отец духовный, который проповедует, и через эту проповедь обращаются люди. Вот эти как раз общины образовались. Ну, мне иногда даже такой вопрос, что для тебя важнее, семья, имеется в виду, ну, семья, ячейка общества, или, да, или духовное, то и другое, как это тут не отделить. Ну, скажут, что важнее для тебя, правый и левый глаз, ну, позволь, то и другое. Оно, вот мы биологию изучали в восьмом классе, объемное зрение дает, вот, два глаза. Но то и другое важно, чтобы для полноты, как говорится, зрения. А зрение через это поступает, сейчас говорят уже, 90% информации. Если раньше говорили 80%, а сейчас век информационных технологий, это еще больше. Поэтому так вопрос ставить, он несколько даже, скажу, провокационный, может быть. И то, и другое важно, конечно же. Но все-таки ты веришь, что вот еще Господь воздвигнет нечто подобное? Может, не в такой мере, но хоть похоже. Ты имеешь в виду. Общину там, да, лидера. Сейчас-то есть... Насколько я понял, нужен лидер харизматичный, да, и вокруг него, он, так сказать, собирается община верующих. К нам приезжали батюшки и просто миряне. И Игнатихич не раз говорил, фотографировали наши правила. Но чтобы так точно сделать, ни у кого нет. Но что-то перенимают. Я думаю, что отец... Просто я не поговорил так вот с ним, отец Кирилл Сахаров, кое-что. Он же сюда приезжал, по-моему, даже не раз. И он писатель сам. Он интересный человек. Он ничего не тушует, не скрывает. Вот как есть, так он описывает. Игнатихич его обличил там на что-то. Он прямо это помещает все. А где можно почитать? От отца Кирилла Сахарова. Вот у Игнатихича, по-моему, есть книги. Ну, не знаю, даст он, не даст тебе. А на сайте есть у Игнатия Тихонича? Я думаю, что на сайте вряд ли. В электронном виде, нет? А вот в интернете это, я думаю, можно найти. Прямо набрать отец Кирилл Сахаров. Берсиневка. Его книги, да. О Потеряевке или как-то? Нет, у него-ка там какие-то очерки. Он путешествовал везде по миру. И в Сербии был, и где только он не был. И на Украине был, вот это горячие точки. Вот он помогает этим православным, которые страдают. И в том числе и в Потеряевке. Там может быть какая-то статья о Потеряевке или несколько статей. Ну я на сайте был. И он сразу же ходит или с диктофоном ли, или он записывал. Сейчас вот я не помню. И рядом с Игнатом Тихоновичем и впитывает все это, и записывал. Были корреспонденты, которые, а я запомню, я запомню. Но потом написал статью, столько ошибок. Ну память человеческая все-таки ограничена, хоть даже и надеешься на нее. Поэтому он все записывал. И думаю, что-то он перенял обязательно, не без этого. То есть, может быть, Господь позволит кому-то, глядя на такие примеры, организовывать общины. Может не под копирку прям точно, но что-то перенять. Ну вот об этом я и... Ну я еще вот что хотел из жизни просто привести пример, что значит община. День воскресный, 2002 год. Барнаул. Больница краевая. Я лежал тогда, грыжу мне вырезали. Вот. Ну я не помню, неделя или сколько это было. И вот воскресный день, после операции, я вставать-то еще... Не, я уже начал вставать, но оно болит. Хотя предлагали мне обезболивающее, я отказывался. Думаю, перетерплю. Боль, это хорошо. Вот. Это полезно, боль переносить. Чтобы из лотоуза говорить, чтобы мы сострадательны другим были. И вот здесь вот в правой части, как будто бы яйцо куриное, раскаленное, туда кто-то поместил. Ну там же все, нервы разрезаны, сшили, и оно срастается. И вот слышу там, медсестра, Савченко к вам пришли, спускаюсь, сестры, сестры с сумочками. Ну, спаси Христос, да. Да много, как я? Ну возьми, возьми, может кому-то дашь там все. Поднимаюсь, я читал там Библию у меня была, Лесков был. Читаю. Проходит, я не знаю сколько, даже не час, меньше. Савченко к вам пришли. А мужики уже начали раз переглядываться. Что это такое? Пускай сестры опять наши. Ну там и братья тоже были. Ну Игнатихич приходил. В воскресенье в этот день 18 человек пришло. 18! Ну был бы я один не общий, да кому я нужен? Ну может там кто-то один бы, родственник плотской, кто-то пришел бы, да. Это 18! Вот что такое община, понимаешь? Мне уже даже и смешно как-то, что раз, второй, третий, четвертый, пятый, 18 человек. Вот как Господь дает. Это братство во Христе. И когда я в общине-то и пожил, то и появились такие стихи. Как хорошо быть братьям вместе. Пророк Давид воспел в псалме. И без благой небесной вести не будет братства во Христе. Но я бы это не написал просто. Если бы я где-то жил сам по себе, бобылем. Не в общине. Вот. Такой пример. И когда собираемся, я там когда жил, вот город, где-то мы работали, я работал на стройке. Вот. И все это мирское, оно тяготит тебя. И вдруг ты, понимаешь, вот субботу вечером придешь ползуновым. И как вот лучики света перед тобой, общение с братьями. Приедет батюшка, будет богослужение. Это же все духовная пища, понимаешь? На основании Слова Божьего прежде всего. Занятие, а потом и свидетельство, благовестие. И ты как на крыльях, понимаешь, вырастает. Потом идешь снова, понедельник, вторник. И на неделю заряд. Ослабление, ослабление, с неверующими общаешься. Ну и, конечно, по возможности я свидетельствовал на стройке, на занятия приглашал. И опять какое-то ослабление. Я подошел к батюшке, говорю, батюшка, вот это вот сквернословие тяготит. Что вы мне посоветуете? Он говорит, больше читай Слово Божие и толкование. Но я сразу, а почему так? А чтобы у тебя душа была наполнена. Я сам до этого, я не задал ему вопрос, я стал обдумывать. Душа наполнена, не скверная. Они там, уже знаешь, и пожилые, и молодые, и всякие мерзости, говорят, развращенный народ. И ко мне это не цеплялось. Потому что я вот и поступил. А еще я в обеденный перерыв, никуда я в столу не ходил, с собой брал обед. И учился шестопсалме на церковнославянском читать. Тогда-то у нас еще не на русском чечении было. И я потихоньку, чтобы никому не мешать, что здесь поп появился, а то скажут, устроил приход тут. Потихоньку и монотонно, ну как нас учат, чтобы не борзясь, как там написано правильно. И я отработал так, чтобы ошибок не было ни одной. Вот. Ну, потом нам Господь дал на русском языке. Понимаешь, вот приходишь и в семью приходишь. И у нас какой-то профессор психологии был, не помню я. Эльвира, Эльвира, по-моему, звать фамилия, не помню. Давно еще, еще братьев не было. С Новосибирска. И она приехала к нам, ну ее, как положено, она не отказалась, как сестру отделе, на богослужении побыла и пообщалась. А потом Игнат Тихонович говорит, а что вы не общаетесь? Да как, с кем общаетесь? Я поняла, что здесь одна семья. Вот она, в общем. Она профессор, все это схватил. Ну, она православная, ну, как обычная православная, как все. А нас она вот это увидела, общинность именно. И когда люди-то, не зная это, и вдруг община, ой, это сектанты. У сектантов есть общины, вот почему они говорят. Но это в православии уникальный случай. А это было под солнцем? Это говорит об этом Соломон. Это уже было. Вот путь древний, идите по нему. Ну, там дальше такие слова, они сказали, не пойдем. То есть люди этого не хотят. Пришли в храм, вот стояли, никаких не занятий. И вот как обычно это, разошлись и разобщенные. Я в Завьялово был, когда сестра моя, Ольга, там живет. И говорю, у вас есть такие вот, ну, сестричество? Есть, говорит, старшая сестра. А чем они занимаются? Ну, уборка в храме, как трапезу организовать. Туда же епископы приезжают, или другие священники. Или праздники у них престольные. А, допустим, сходить к больному, кто-то болеет, и у вас организовывают? Нет. Ну, вот как нет? Ну, вы остаетесь, там были чтения библейские. Ну, об этом-то что-то говорят? Нет, что кто-то больной там помочь? Нет. Понятно. А здесь в общине встает сестра, если ее нет, другой кто-то старший, и говорит, вот такие-то болящие, кому-то помочь, помолиться. Это семья. И если болит один член, то другой что? Вместе с ним сопереживает. Как апостол Павел говорит, радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущимися. Вот тут в общине я это увидел. Понимаешь? Понимаю. Ну, если кто хочет общину организовать, просто приехать надо, опыт этот перенять, хотя бы не полностью, что вот прям так и будет. Это не так просто сделать. Был один батюшка с Казахстана, перефотографировал правила, а там на него восстали и свои же прихожане, и там не так это все просто. Да, чтобы форму одежды соблюсти, внешний вид. Вот, хотя бы частично. Вот, посмотрите, и можно очень многое подчеркнуть, конечно. Ну, вот так. Ну, что, поблагодарим. Богу нашему славу веки вековую. Ну, давайте помолимся. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на Тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородице, на восстании Рождества Твое. Ну, кто желает, помолитесь, Своим славом. Я желаю, чтобы Ты помолился. Брат Никита. Что мы желали? Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время, за эту возможность беседовать на основании Слова Твоего, за эти встречи, молитвы, за эти богослужения, которые Ты нам даровал. За пасхальную радость, Господи, за победу на Голгофском кресте, слава Тебе, за Твою причистую кровь, пролитую за нас погибающих, слава Тебе. Ты даешь, Господи, надежду, что моя душа и души братьев, сестер могут спасенными быть. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Христу. Кто-то проехал на велосипеде. А кто это проехал, он знает.